Здравствуйте, товарищи! Разрешите открыть 15-й съезд Фонда Рабочей Академии в скобках Фонда Содействия Обучения Рабочих. Поскольку мне приходилось в течение всего времени существования Фонда и до его существования заниматься его созданием и регистрацией, я хочу несколько остановиться на истории вопроса. А история вопроса связана с тем, что сейчас очень актуально. Что сейчас актуально? Некоторые товарищи продолжают плыть по буржуазному течению, которое, как говорится, у нас сложилось уже после 61-го года, и это буржуазное течение размыло социализм в Советском Союзе, оно привело к контрреволюции. Переходный период был лет 30, и еще были надежды, что вдруг что-то как-то поправится. В ходе этих надежд предпринимались попытки там исправить все, исправить, которые делали те коммунисты, которые входили в КПСС. В КПСС было 18,6 миллиона человек, но, как выяснилось потом, считать надо не на миллионы и даже не на тысячи, а на сотни в лучшем случае. Это знают все те, кто участвовал в движении, которое было связано с страной. Это было связано с тем, что постепенно под обманными лозунгами, которые большинство не распознавало, вроде перестройка, хотя открытым текстом говорилось, что такое перестройка. Перестроить – это значит изменить общественный экономический строй. Вроде бы и понятно написано, потому что когда вдруг он изменился, некоторые удивлялись, и очень много было. Но было достаточно много таких людей, которые поняли, что ждать, что кто-то сверху чего-то принесет коммунистическое, не следует. Наоборот, оттуда идет как раз то, что ведет капитализм. Причем с 1965 года, когда прошла экономическая реформа, вот с этого момента все рычаги экономические стали работать, потому что если раньше все было построено на чем? Номенклатура продукции – это удовлетворение потребностей. Что нужно сделать в удовлетворении потребностей для обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Предводительность труда – самое важное и самое главное для победы нового строя. Второй показатель. И третье – снижение себестоимости. И все, наверное, здесь присутствующие прекрасно понимают, если снижаться будет себестоимость, то, естественно, все цены, которые строятся так, себестоимость плюс некий процент, все цены, даже если по-разному устанавливать этот процент, все цены будут двигаться вниз, снижение цен. Поэтому с 1965 года все были включены прямо противоположные стимулы, которые сводились к одному – к росту прибыли. Потому что показатели введены были в 1965 году – прибыль. Теперь та же прибыль, но деленная на объем производственных фондов. Это называется рентабельность. И объем реализации. Объем реализации чем дороже, тем лучше, тем выше цена. И, так сказать, несчастные, я вот наблюдал эту картину, когда несчастные работники райкомов, которые, так сказать, отнюдь не все, так сказать, предали и продали, они не знали, что делать. Так сказать, они пытались это как-то затормозить, а все, так сказать, а зачем, так сказать, менять все номенклатуру? Не сразу. Вот номенклатура может остаться, только вот дешевых станет мало, а дорогих станет много. Еще не убирали. А потом стали просто уже убирать то, что не дает большой прибыли. Короче говоря, вот этот процесс был такой довольно длинный, и в течение этого люди, у которых имели, кстати, голову, и для которых нахождение в Советском Союзе было достаточным, чтобы разобраться в том, что такое коммунизм и куда идет движение, достаточно много появилось людей, которые стали бить в набат. А что значит бить в набат? Если вы будете просто бить и смотреть, кто придет, ничего хорошего не будет. Стал организовываться рабочий класс. Первые шаги были сделаны по созданию Советов рабочих. Нижегородского, Ленинградского, Московского, Ленинградского областного и так далее. За Советами рабочих встал вопрос о объединенном фронте трудящихся, потому что рабочие, так сказать, брошенные, так сказать, одни на бой, без тех интеллигентов, которые несут знания, это тоже не выход. Поэтому стал образовываться объединенный фронт трудящихся. Тогдашние профсоюзы поддержали и идею выборов через трудовые коллективы, с которой на шестом плену СССР выступал товарищ Федотов Константин Васильевич. И они же и поддержали движение к созданию объединенного фронта трудящихся. Причем я вот присутствую на этом плену и получил приглашение и предложение товарищей из Урала, чтобы мы туда приехали. Нам будет предоставлено для съезда объединенного фронта трудящихся, учредительного места, гостиницы и все бесплатно. То есть все люди понимали, что надо организовываться. Мы довольно быстро в течение года создали уже объединенный фронт трудящихся России, и зарегистрировали его, и от объединенного фронта трудящихся России можно было избирать. Вот генерал Макашов шел от объединенного фронта трудящихся России в президенты, а кандидат в вице-президенты Алексей Алексеевич Сергеев от московского отделения объединенного фронта трудящихся. И, собственно говоря, это была проверка того, а можно еще какие-то, опираясь на какие-то институты голосования и общественные объединения, можно ли все-таки повернуть дело к тому, чтобы остановить движение к капитализму. Ну, вы знаете, что те люди, которые выступали, их было немало. Вот, имея в виду, что фонд этот был очень большой, и объединение трудящихся достаточно значительную силу имело. Ну, после того, как Ельцин стал, он перестал прятаться, потому что он до этого играл, потому что он за снижение цен, за дружбу. Я вот с ним встречался, и вот так же вот как с товарищем, так сказать, прямо находились рядом, он выступал со всеми так, мило улыбался. То есть это еще мало того, что это предатели и враги социализма, они еще подлые, подлые и, так сказать, обманщики, которые обманывают народ. Потому что когда он стал говорить правду, когда поехал в Соединенные Штаты Америки, и там сказал, что мы уничтожили коммунистического идола. Это надо же было поехать туда. И после этого у нас в самых даже секретных цехах появились столики, на них сидели американские специалисты, ну, то есть кто такие, шпионы, самый настоящий, и специалисты по, так сказать, глушению соответствующих предприятий и разворотованию своих. И там стоял американский флажок. Об этом вот рассказывал Путин вся ныне. То есть дошли, можно сказать, до дна. То есть предатели, предатели нашей Родины, они действовали уже довольно свободно, легко, а народ собирается медленно. Он медленно запрягает, как выясняется. И вот он все запрягал, запрягал, а мы искали формы, в которых нужно запрягать. Значит, в 91-м году, да, значит, был в рамках КП коммунистической партии образовалось движение такое за компартией Российской Федерации. Мы думали, что нам в масштабах Советского Союза коммунистические силы не собрать, потому что там еще больше, так сказать, буржуазного заражения. Поэтому мы думали собрать в масштабах России. И многих мы таким образом получили, многих собрали. Вот мы с Виктором Георгиевичем Долговым, который был членом ЦК КПРССР, и Александр Владимирович Золотов был членом ЦК КПРССР. Мы, значит, лето провели в Москве и готовили программу действий КПРССР, вполне марксистскую, и подготовили. Но ее там оттали. Никто ее в ход не пустил. Поэтому таких иллюзий, что вот дело в том, что вот вы разработаете, давайте, у вас есть какие-то предложения, давайте ввожу предложение, товарищ Кайзон. Я бы дал вам предложение. Лучше бы я дал вам по физиономии. Потому что... Потому что, говорит, эти предложения вам не нужны, а вы, так сказать, делаете вид. И тогда же еще Зюганов говорил, что вот мы за расгосударствление. Это что такое? Против общественной собственности. Это буржуазная партия КПРФ. Поэтому, поскольку там было предложение, хотя вот мы додвинули Долгова до кандидата в члены Политбюро. И когда ему сказали, идите, принесите свои документы, а он знал, что он будет кандидат в члены Политбюро еще 15 минут. Я кандидат в члены Политбюро. Идите ко мне теперь, несите. Майди, я буду подписывать. Вот. Короче говоря, тот центральный комитет КПРСФСР, за который мы сражались благодаря движению Коммунистической инициативы, оказался тоже таким. Вот когда мы выступали с Золотом в Кремлевском дворце, вот. Особенно смотрелось выступление Золотова, потому что все говорили, что вот, с вами молодежь не пойдет. А он такой молодой выступал. Я все-таки уже мне там 40 с чем-то было, а Золотов-то ему 30 с небольшим. И он выступал и рассказывал, что это вот, куда мы идем, это не туда. Он, правда, потом не купил это свое выступление, а я заслал деньги и получил свое выступление за тысячу рублей. Так что, это довольно смешно. Короче говоря, мы там выступили, хлопали очень здорово. Чен. А всем в том числе и ушами, потому что от этого голосования, потом что скажут руководители делегаций, так голосовали, и я провел даже эксперимент, поскольку я был членом подготовительного комитета по созданию Компартии РСФСР. Был такой период, когда политбюро не было, а члены СК уже собраны. Вот так сидят, вот как мы сейчас сидим. Я говорю, ну у нас все равно сейчас вот два часа есть времени, давайте пока обсудим вопрос о Портмаксиуме. И поставил вопрос о том, кто за Портмаксиум, а кто против. А что такое за Портмаксиум? Это значит, что кто ориентируется на то благосостояние, которое есть у рабочего, если он поднимет, у всех будет выше. Но если у меня будет повышено, то у вас совсем не обязательно. Поэтому, ну какое вы думаете голосование, это вот еще никто ничего не распределил, ни членов политбюро, никого, ни секретарей, а вот только оргкомитет и вот избранные члены Центрального комитета Компартии РСФСР. Поэтому нам надо было думать дальше. А особенно нам пришлось думать тогда, когда вот это славное КПРССР вместе с КПСС было, а ведь их же не запретили, там и запретили создание предприятий на заводах. Ну хорошо, ну раз мы не на заводах, ну рядом с заводами. Вот мы, например, работаем, выходим к заводу, никто нам не запрещает, никто не мешает, иногда выступают, но как-то для них бесполезно получается. Нет, куда-то залегли на дно и стали придумывать социалистическую партию трудящейся, Вартазаровой. Может быть, некоторые товарищи здесь и не знают, что была такая идея, уже вместо КП. А потом и стали ждать, какое решение примет Конституционный суд. Ну какое решение? Такую партию, которая против Портмаксимума, такую партию, которая не хочет иметь газету. Белгоф поставил вопрос о создании газеты. Они все против выступали. И тогда на пленуме 22 человека собрали в шапку деньги на издание, на создание учреждения газеты Компартии РССР. И генерал Лебедь тогда с задних рядов говорит, партия не может, без газеты, партия без газеты, нужна газета. Проголосовали за газету, но ее куда-то старались в сторону. Так что вот эта газета, за которую проголосовали, называется «Народная правда». Вот, Долгов был редактором, ему товарищи, наш, помогавшие, сказали, ну его не пропускали, ну давайте редактор-организатор. Ну так вот, сделали редактором-организатор, потом слово организатор упало и стал он главным редактором. Мы выпускали газету 200 тысяч тираж, 200 тысяч тираж, и распространялась она через совесть-печать на всей территории страны. Я лично вот проехал по Волге, по всем волжским городам и в Белоруссию съездил, и заключил договора. И, так сказать, везде можно было купить газету «Народная правда», которая выходила еженедельно 200 тысяч тираж, 200 тысяч тираж, 8 полос. Ну вот, Александр Сергеевич все время сотрудничал, он, как говорится, и Виктор Иванович это все хорошо помнит и знает. Вот, так что вот такие были масштабы, но, так сказать, тот кризис, который дальше произошел, а именно стрельба по Белому дому, то есть уничтожение парламентаризма, фашизм. Что такое фашизм? Фашизм – это переход, это ликвидация буржуарной демократии и переход к прямому господству империалистической буржуазии. Какой? У нас империалистической не было, так иначе иностранной. Поэтому и запись-то была вот этого самого показа, который нам давали по телевидению, это уже иностранная. СНМ? А, СНМ. Да, все было сделано. А потом он ездил туда докладывать, что мы все обеспечили и так далее. То есть, конечно, мало кто предполагал, что такое предательство, а некоторые до сих пор еще и не разобрались в том, что предательство или нет. Я в свое время собирал на площади Красной, записывал у людей на блокирование фонда Горбачева. Некоторые приходили и страшно ругались. За Горбачева выступали, очень много. То есть, то ли у людей совсем знаний нет коммунистических, то ли вообще они не самостоятельные. То есть, надо сказать, что вот эта картина, когда вроде большая партия, так сказать, мы надеемся на эту большую партию, она показала, что партия теперь ждала решения Конституционного суда. А Конституционный суд выяснил, что партия ничем не опасна. И он ее, так сказать, снова сделал легальной. А что касается нас, мне вот лично говорили, да ни за что вас не зарегистрировали, эту самую РКРП. Ни за что. Я говорю, ну не зарегистрировали, не зарегистрировали, и подарили на регистрацию. После того, как мы, вот была такая картина, когда все, так сказать, все КПСС все залегло на дно, думали про Социалистическую партию и ждали Конституционного суда, а тут и мы провели съезд в Свердловске, учредили, подали на регистрацию и зарегистрировали РКРП. Ну, а после, буквально еще через два года мы поняли, что не надо и на регистрацию надеяться. Вот уже два раза у РКРП забрали регистрацию, поскольку там товарищи в РКРП хотели сами руководить бывшей секретарей парткомов, а рабочих не пускали. Даже представитель рабочей комиссии доктор Тимофеев не был в бюро. И я не был в бюро, хотя я был председателем главической комиссии. Короче говоря, вот две комиссии вышли и мы образовали рабочую партию России. Это было все в Нижнем Новгороде совершено. И с этого времени ведет отчет рабочая партия России и другие мероприятия, связанные с тем, что если партия у вас вот так висит в воздухе одна, то она тоже ничего не сделает. Поэтому мы, во-первых, продолжали издавать газету, хотя после тех событий, которые произошли в Москве, стрельбы по Дому Советов, по парламенту, стрельбы по парламенту, то есть, Костяковичу нужно доказывать, что это фашизм. После этого нас в связи с чрезвычайным положением в городе Москва, хотя мы издаемся в Ленинграде, нас на 40 дней закрыли. Ну и там разгромили нашу систему распространения и так далее. Но газета осталась. Газета осталась, и мы начали ее тираж по секундочку опять увеличивать. Мы переехали в Смоленске стулья, на которых вы сейчас сидите. Значительную часть перевели в Ульяновку. Там сделали штаб-квартиру в Ульяновке, в которой наши товарищи пекутся. И очень правильно надо иметь такие рубежи и такие места, в отношении которых с нами ничего сделать не могут, потому что только фонд рабочей академии в лице тех товарищей, которые туда приезжают, в основном членов рабочей партии России и сочувствующих туда приезжают. Все это сохраняют тот дом, где был Ленин и где Путина принимали в пионеры. И, короче говоря, все попытки отнять у нас этот дом, они разбиваются о том, что вы-то ничего не делали, а здесь вы ни килограмма краски не принесли, ни килограмма гвоздей, ничего не делали вообще, а все это делали мы и мы его сохраняем. А кто сохраняет? По заданию Совета рабочих Ленинграда, объединения рабочих Ленинграда, оно зарегистрировано тоже было, вот пытались товарищи Лазаревич что-то из него говорить, я ничего не знаю, мне сказано тут вот, я комендант, мне сказано наводить порядок, я буду наводить порядок, а вы к нам придете, не, я к вам не приду, и все, на этом и закончилось, не надо ходить куда не надо. Так что вот такое начало этой истории, но понятно, что для того, чтобы повлиять на общество, этого мало, значит, партия раз, гаета, два, нужна еще широкая организация, в которую могли бы входить и те люди, которые еще чего-то не прочитали, или чего-то не сдали, или чего-то еще не сделали, и вот Виктор Георгиевич Долгов вышел с предложением о том, что надо сделать фонд рабочей академии. Ну, мы быстренько собрали, вот как и все сегодня приехали, быстренько собрались и приняли решение очередить, ну, и отдали на регистрацию, и я поехал, нам помогали некоторые товарищи в Москве, вот, я поехал на регистрацию, и там с одной, так сказать, дамой, чиновницей, долго дискутировал, говорит, мы не будем регистрировать фонд рабочей академии, я говорю, почему? А потому, что раз вы обучаете, идите в министерство образования, а я говорю, а мы не обучаем, а что вы делаете? А мы содействуем обучению рабочих, а как это вы содействуете? Ну, я говорю, ну, у нас уже такой разговор пошел, говорю, как, вот вы женщина, женщина, вот вы ребенка родите, я-то я не могу его родить, а содействовать могу. В общем, аргумент оказался железным, и у нас это добавили, вот это вот, фонд рабочих академий, слова, фонд содействия, обучения рабочих, вы обучаете или содействуете, товарищ Голков? Содействуете. Правильно, они сами обучаются у нас, Валерий Александрович, у нас сами люди учатся в красном институте, или вы их обучаете? Нет, нет. Нет, мы ничего не знаем, мы ничего, мы только содействуем. Ну, а как мы можем содействовать? Ну, чем можем, тем и содействуем все, что у нас есть. Короче говоря, получилось, а мне Виктор Георгиевич сказал, я, Миша, не могу быть президентом, у меня две машины. Как я могу быть президентом фонда рабочих академий две машины? Придется тебе. Ну, вот так-то я тогда стал президентом фонда, вот, хотя и, так сказать, и другие вроде и так дела, но, вот это такой был серьезный аргумент, потому что он, так сказать, такую идею предложил. В итоге образовали мы фонд рабочей академии, и тогда у нас сложилась определенная система. К тому времени уже, к тому времени, то, что вот у нас проходят заседания Российского комитета рабочих, они ведь проводились гораздо раньше, чем вот то, о чем я рассказываю. То есть, мы упредили это тогда, когда еще контрреволюция не развернулась. Тогда еще товарищи Гошин там всем командовал, и тогда, так сказать, там и другие товарищи, нижегородские. И тогда товарищ Ишкарвел создал соответствующий орган в Москве, Союз Совета Рабочих Москвы. И в Нижнем Новгороде и наш, поэтому, когда встал вопрос о том, а кто будет учреждать этот фонд рабочей академии, а вот есть, пожалуйста, Нижегородский Совет Рабочих, Ленинградский Совет Рабочих, объединения рабочих, Московский, а еще кто, а вы будете туда учить, а Петровская Академия Наук и Искусств. Вот Золотов, например, является как бы почетным членом этой самой Академии. Александр Сергеевич чего-то на него отвергает, это вот знак, Петровская Академия Наук и Искусств. А Петровская Академия Наук и Искусств состояла из патриотически настроенных ученых, которые не хотели ждать, когда там кто-то повернется наверху, а науку поворачивать стали в сторону рабочего класса и в сторону социализма. Поэтому интересное учреждение у нас было фонда, это три объединения рабочих и Петровская Академия Наук и Искусств. Известная, солидная, у него даже Лукашенко входит в качестве действительного члена, и мы действительно члены. Короче говоря, мы это обставили так, как надо, вот после того, как мы это все проделали, у нас получилось. Газета есть, партия есть, а есть, ну, обязательно всем быть членами партии, если хочу, я вот в разовом порядке чему-то помогаю. Помогайте, а кто я буду? А будете членом фонда рабочих Академии. Наше объединение без фиксировано членство, мы никому ничего не выдаем, никаких билетов. Вот вы хотите быть членом фонда рабочих, и действуйте. Вы хотите содействовать обучению рабочих, ну, и содействуйте. Вы и так и вижу, а содействуете, значит, я вижу, что вы член фонда рабочих Академий. И тут очень просто и понятно, никакой бюрократии в этом отношении. И вот мы с таким багажом смогли превозмочь даже то, что разрушали газету Народная Правда и снова начали набирать эти обороты. И такого состояния, какое у нас было с газетой, с обращением к рабочим, у нас не было раньше никогда. Мы, конечно, и рассылали, и по заводам раздавали, но чтобы у нас по утрам по всей стране, в крупнейших городах, у крупнейших предприятий с 5 до 7 утра раздавала газета Народная Правда и последние 60 тысяч экземпляров, это очень большое дело. Это никто больше делать не может. У нас конкурентов вот сейчас политических просто нету, потому что это надо настроить так много и вырастить. Плюс, так сказать, у нас еще появились новые товарищи, которые мы подходим. Марат Сергеевич тут заразился коммунизмом и стал читать со страшной скоростью и Маркса, и Энгельса, и Ленина, и Сталина. И, так сказать, показывает пример другим товарищам. И мы с ним взаимодействуем ради общего дела. А общее дело вот вышло уже, вышел учебник и называется коммунизм, наука побеждать. И краткий причем. Это надо вот раз прочитал и уже можно пойти бороться. Но углублять можно до бесконечности, правда? Так что надо сказать, что мы представляем собой широкое народное движение, движение трудящихся, движение рабочего класса и, так сказать, с концентрическими такими кругами. А как называется Российский комитет рабочих, товарищ Бабин? Российский комитет рабочих. Нет. Семинар по развитию рабочего движения. Федерации профсоюзов России, которая возглавляет авиадиспетчеры, которая лучше всех профсоюзов, лучше всех в стране. И фонда рабочей академии. Это полное название. Иногда нужно, вот я могу сказать Бабинов, а могу сказать Григорий Вячеславович Бабинов. Это же хорошо. Вот так же и с фондом рабочей академии. Вот таким образом. То есть мы, так сказать, пришли к такому положению, когда мы ведем систематическую работу, которая дает и обязательно плоды. И обязательно давать будет все больше и больше плоды. Вот этим характеризуется работа фонда рабочей академии за время его существования. Это уже много. То есть с 1992 года. С 1994 года. 1994 года. И работа расширяется. И, сказать, куда бы вы ни глянули там и в интернете, где торчит этот фонд рабочей академии, в том числе, поскольку штаб-квартира считается юридически, моя квартира, там окно показано и вход. Это довольно смешно. И написано благотворительный фонд. Ну, в некоторых случаях пишут фонд рабочей академии. По-разному. Пишут, ну, в общем, там все угодно есть. По-крайней мере, мы себя утвердили в интернете, это оттуда вытащить невозможно. Все, так сказать, там присутствует и так далее. Поэтому то, что мы собираемся сделать, дальше упрощить и углубить ту работу, которая ведется, потому что мы на правильном пути, цели мы свои понимаем. Партия, так сказать, органично, так сказать, присутствует во всех делах фонда. Другое дело, что от членов партии, я думаю, что никак не различаются, правильно? Или какие-то есть задачи у партии, которых нет у фонда, или какие-то есть задачи у фонда и нет Красного университета. Красный университет, еще одно, это единственное учебное заведение в современной России, где, во-первых, читаются все три составные части источники марксизма, потому что мы с Александром Сергеевичем не дадим никому соврать, потому что философию преподавали на философском хорошо, экономика на экономическом, а научного социализма вообще не преподавали. Наш друг и товарищ Белых придумал 12 критериев самого развитого социализма, и когда он у меня был рецензентом, я принес ему свою диссертацию, в которой было ясно, ясно было, видно, что у нас нет, не может быть никакого научного коммунизма, только научный социализм. О, ну да. Ну, я... ну я же сказал, что дам положительный отзыв, и дал положительный, но все равно забодали тогда ту диссертацию, диссертацию получали там больше половины, но не две трети. И, так сказать, наш общий друг и товарищ, который на своей вот такой книге толстый Эльмеев поселекченный фонд рабочей академии написал, и тоже, так сказать, вот, собственно говоря, это его книга посмертная, чему он посвятил. И я присутствовал, когда после защиты диссертации один товарищ к нему приставил, а вы за кого? Эльмеев так подумал, он-то никогда не задавался таким вопросом. Он говорит, я за рабочий класс. И вот люди, которые за рабочий класс присутствуют и в рабочей партии России, и в фонде, и во всех всех организациях, с которыми мы сотрудничаем. Потому что рабочий класс объективно настроен на то, чтобы наладить дела в нашей стране. Тем более, что международные события тоже к этому подталкивают, потому что одно дело, когда там было 300 миллионов в Советском Союзе, а другое дело, когда миллиард 300 миллионов в Китае. И в КНДР построенный социализм, в Вьетнаме 100 миллионов. То есть надо сказать, что ситуация, конечно, при том, что что-то мы потеряли, а что-то создали, такая, что не случайно у нас, и это благодаря в том числе работе Фонда Рабочей Академии, газеты Народная Правда, и нашим товарищам, которые везде пропагандируют марксизм-ленинизм, как самые интересные, важные и нужные, у нас марксизм относятся с уважением, во-первых, во-вторых, в Конституции у нас нет господствующей идеологии. Я, например, уже не раз высказывался, в том числе в интернете, что я считаю, что господствующий у нас будет марксизм-ленинизм. Никто не возразил. Не знаю таких, возражений нету, по крайней мере, рассматриваю. Поэтому наши товарищи, используя такую ситуацию правильно, ведут очень активную пропаганду, взаимодействуют с рабочим классом. И поэтому мы сейчас проводим наш очередной съезд в условиях, когда у нас очень много работы. Мы прекрасно понимаем, что все, что мы сделали, это еще мало. Это все понимают. И мы ждем, что к нам люди будут приходить и приходить, и приходить. И мы над этим думаем. В частности, для этой цели мы создали Красный университет Фондорово-Академии в сотрудничестве с Ленру. Это сотрудничество оказалось очень благополучным, благоприятным. И мы дружно это делаем вместе, совместно. И в итоге мы имеем такую картину, что число людей в России, которые выступают с позиции социализма, марксизма, растет и растет не по дням и по часам. В том числе и прежде всего благодаря тому, что мы не отдельные одиночки, как сейчас много очень говорящих голов. Он вот чего-то читал, он что-то решил, он на этом стоит, он высказывается. А у нас вот все-таки тут другая немножко ситуация. Мы выступаем от партии, от фонда, от Красного университета, проводим занятия. Занятия у нас кто угодно может учиться, хоть из Дании хочешь, из Ягославии откуда хотите. У нас нет никаких ограничений. И все это современным образом ведется. И я пользуюсь случаем поблагодарить Валерия Александровича, который гигантскую работу проводит, и он человек университета в этом смысле. Потому что он всех знает и все ведет. И наших товарищей, которые бескорыстно, которые уже год, и товарищ Казенов, и товарищ Золотов и товарищ Галко и товарищ Нюрков, и Дегтярев, все эти товарищи очень активно работают, безвозмездно, и тратят силы. Я так понимаю, что они это делают не в силу того, что их кто-то нагнул или их заставляют, а в силу понимания своей исторической роли. Вот наши товарищи в Красном и Свет, они понимают, что они делают. Они, можно сказать, вытаскивают эту болоту, из болота ту телегу, которая перевернулась. Да, собственно, она и не очень ровно и ехала, потому что как-то украли научный социализм. Потом он уже исчез, и появился научный коммунизм. Самое смешное, что у меня докторской по философии, по теории научного коммунизма. Это очень забавно. Ну вот, так сказать, все то, о чем я говорил, и вся деятельность наших организмов у всех и на слуху, и на виду. И просто надо иногда собирать и делать. У нас, тем более, сейчас еще наделано много всяких сайтов. У нас есть канал Фонда Рабочей Академии, и мы вовремя его там с него перевели. Он и на Дзен есть, он и на РТУ есть и так далее. Там-там-там-там-там. Теперь наши товарищи навострились еще и сами там это делать, свои записи и тоже дают. Вот, так сказать, постоянно вещает товарища Довиченко в коммунистических позициях, коммунистический, так сказать, такой его маяк. Вот, когда вы можете посмотреть, и там, так сказать, все найти, что нужно сделать, чтобы стать коммунистом. Это же очень здорово. И все это делается, можно сказать, на такой инициативной основе, и никто никого не заставляет, но если кто-то что-то не делает, только сожалеет. А так, мы понимаем, что мы это делаем в сложных условиях и так далее. Поэтому задачи, которые перед нами стоят, состоят не в том, чтобы все-то там сногсшибательно новое, а вот те институты, которые у нас уже созданы, развивать дальше. И развивать и фонд рабочей академии, и красный университет, и газету, и радио. У нас есть и радио красное, оно еще и сейчас записи делает, и телевидение стало одновременно плюс к тому. То есть, у нас все есть для нашей пропагандистской работы. А что касается Российского комитета, рабочих, семинара по рабочему движению Федерации Просторгов России, которая нам всегда помогала, в том числе и финансы. Помогала. И здорово. И советами помогала тоже здорово. И сейчас помогает. Хотя это не в особенно афишируется. И у нас задача в том, чтобы афишировать. У нас есть с кем подружить. Дружим мы с теми, кто к нам хорошо относится. и кто много делает. Вот, например, позвонил председатель правкома первого контейнерного терминала. И говорит, заберите, пожалуйста, у нас есть новые календари, ой, новые календари, коллективные договоры. И новые коллективные договоры. А? Коллективные договоры? Нет, уже у нас есть новый коллективный договор. И поехал товарищ Лазарев по поручению товарища Лазарева. Я смотрю, у Головаш он за многих работает вообще. Думает, раз он Головаш, пусть поработает. Но он действительно много сделал. Он здесь сделал для экипировки восстановления этого помещения тоже очень много. Тут все работали, а Головаш заслуживает того. И мы получили свеженький коллективный договор, хотя некоторые думают, что их нельзя заключить. А вот он заключен на очередной срок. В тяжелых условиях, потому что все понимают, что сейчас грузы иностранные ушли во многом. Поэтому там тяжелейшая ситуация. А люди это дело не бросают и держат коллективный договор. Ну вот теперь что нам предстоит сделать. Я думаю, что у нас выросли кадры настолько, что вот такой необходимости, чтобы там один кто-нибудь стоял и только всем вещал и так далее. И стала задачей. Уже такой нет. Во-первых, Народную правду теперь редактирует. Главным редактором является доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономической теории и методологии Нижегородского государственного университета Золотов Александр Владимирович. И вот там тираж вырастает. И он знает, как это делать. И умеет, потому что он был у нас членом Совета народной правды изначально. И он голосовал за ее создание еще будучи членом ЦК Компартии РСФСР. Я-то членом ЦК не был. Я был там в составе комиссии по созданию этой партии РСФСР. РСФСР. На удивление никто бы не подумал, что тут вроде что-то пишем, отправили в электронной форме, там сидит, много труда затратили. Это очень скорботливая и сложная работа. И это тоже продвигается. Ну и можно сказать, что нет такой области нашей деятельности, которая бы у нас не двигалась вперед. Поэтому что нужно, чтобы быстрее двигаться вперед? Нужно выдвигать более молодых кадров. я веду дело к тому своим выступлением, что у нас выросли люди, которые не только могут заменить, но и продвинуть вперед, потому что у них свежий взгляд и есть для этого все необходимые качества. Поэтому я хотел бы в своем выступлении предложить избрать, во-первых, оценить деятельность фонда за истекший период, а истекло всего два года положительно, позитивно и предложить избрать президента фонда товарища Галко. Вот он здесь сидит, только с той стороны. Вот если нас пересадить, будет очень хорошо. А я буду с той стороны сидеть, потому что я думаю, меня никто не обижает, и я не вижу, чтобы кто-то страдал от того, какое у кого название или звание. Поэтому я думаю, что Виктор Иванович отвечает всем требованиям. Какие? Первые требования чтобы он знал все три источника и три составных части марксизма. И чтобы он их рассматривал не отдельно, а в единстве. Он сам в единстве, и поэтому другого никак и не может быть. Это раз. Во-вторых, у него колоссальный опыт. Он же педагог из педагогического университета. Но хитрый такой человек. Хитрый в том смысле, что когда он стал работать в банке, а сейчас ведь нельзя не поработав в банке, пойти на пост президента фонда. Правда? Как вы считаете? Это солидно. Вот когда он начал работать в банке, его приглашает, его заведующий, да вот, Ликтор Иванович, дорогой, а что это вы делаете? У вас какая-то партия есть? Да, у нас партия очень интересная. Мы собираемся, идем на берег Волхова и песни поем. Идите. И больше вопрос закрыт. То есть надо уметь, так сказать, правильно поставить вопрос. Он, Виктор Иванович, давно уже является ректором университета рабочих корреспондентов. Так? Поэтому, ну а преподавателем Красного университета он тоже является, и поэтому это все он знает, это все поле есть. То есть все эти области, которые нужно знать и все то, чем нужно владеть для того, чтобы быть президентом фонда, президент фонда он же не командует. Он должен сам работать и другим помогать. Вот с этой точки зрения я думаю, что Виктор Иванович, он больше меня работает и больше меня будет помогать. Вот, и поэтому я считаю, это очень будет правильное решение. Это раз. А во-вторых, так сказать, бывает, что в таком возрасте, как я, болезни появляются, и не надо их ждать, когда они наступят, а вот пока я жив-здоров, и все в порядке, вот надо сделать это вот решение, чтобы не было так, что вдруг я вот, и это провалилось, и то, сломалось, и так далее. Надо, чтобы у нас ничего не сломалось и не проваливалось, потому что мы уже за длительный период вот так стоим и соответствующие расстановки делаем, и тем самым получается у нас успех. Поэтому вот я всех призываю, товарищей, единогласно проголосовать за кандидатуру товарища Галко. Но прежде чем переходить к выборам президента фонда, значит, я, то есть, заявляю, что я слагаю свои полномочия, тем более, пока еще не использовал их против народа. Тут надо вовремя снять, и тогда уже свободным быть. Вот. Ну, а вице-президентом я, так сказать, не против, если меня изберут, я тоже буду вместе с другими так же работать. Поэтому какие есть желания, выступления, суждения, пожалуйста. Товарищ Гавшин, полковник милиции. Это раз. Во-вторых, сюда подойдите, пожалуйста. Вот сюда. Вот можете здесь, сюда. Во-вторых, имеет звание, медаль имеет за спасение погибавших тем, кто чернобыльцев. Он был в Чернобыле и много сделал, чтобы спасти тех людей, которые там были. Вот. И он исполнительный директор фонда рабочей академии. Я вот, Виктор Иванович, вам скажу, то, что вы поручите товарищу полковнику милиции, будет сделано. А это некоторые вещи иначе, как если ты не полковник милиции, вообще невозможно сделать. Ну, вот, это здорово. и коммунист настоящий, даже здорово. Коммунист настоящий, коммунист настоящий. Пожалуйста. Спасибо. Ну, надо, конечно, сказать, что фонд около три десятка лет существует, и это громаднейшая работа. И все годы, мы знаем, возглавлял, как первое лицо президентом фонда был Михаил Васильевич. И, конечно, надо дать оценку, чтобы фонд в таком мире, капиталистическом мире, в нашей стране, когда все уничтожалось, все завоевания за советский период, фонд развивался, сделал большую работу, и создал и газеты, и университеты, и влияние на рабочее движение оказывал по всей России и оказывает сейчас очень громадное. И вот я сегодня зашел на седьмой, на шестой линии в Санкт-Петербургский государственный университет, где иностранные языки преподают, и дом университетской книги, можете затереть. Я говорю, а какие вообще у нас книги по линии Михаила Алексеевича Попова. Посмотрели в компьютере, в библиотеке и сказали, вот очень много, очень много материалов международной научно- конференции, научно-практической конференции Ленина в современном мире, вот о которой не сказано, а ведь тоже это большое движение, когда и законодательная власть, и исполнительная власть приветственные присылала телеграммы, выступления были, и в том числе непосредственно выступали и депутаты законодательного собрания, и руководители от исполнительной власти выступали, и это мощно было сделано, и у нас и Ленру, и многие-многие другие источники это и сейчас в интернете можно найти. А как это проводят теперь в Ульяновке? Но вот библиотек, дом университетской книги, вот Ульяновку не нашли, а вот там вас нашли по линии университета Санкт-Петербургского университета. Найдут, 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 со временем все найдут, и если мы энергично будем работать, больше найдут. И мне в свое время сказал Александр Сергеевич Казенов, вот какой бы человек талантливый не был, а у нас никто не будет отрицать, очень президент талантливый, все равно если больше семистик, надо уже стараться уходить и кому-то передавать молодых. Очень разумное высказывание, и Михаил Васильевич это понимает, что когда-то передать эстафету надо. А когда передать эстафету? Когда созрел человек, когда проявил себя, когда может повести за собой, и это очень большого стоит. Поэтому достойного вы, Михаил Васильевич, выбрали своего преемника, а как вице-президент вы очень хорошо будете влиять, и это будет движение в правильном идти направлении. Спасибо вам за работу, за длительную многолетнюю работу. Я просил бы будущего президента назначить товарища Гавшина исполнительным директором. Для этого никакого решения собрания не надо, а нужно просто решение самого президента. Так что не будем обвинять. Не будем, Так, еще кто хочет? Французов. Николай Павлович. Николай Павлович французов один из старейших членов нашей партии. Долгое время был секретаря по оргработе и деньги вытаскивал людей, как замсекретаря. А теперь он из-за этого сам платит хорошо, не забывай. И кроме того, он был председателем профсоюзной организации хлебозавода в Сестровецком. А познакомились мы с ним так, я ходил по разным предприятиям и сказал, кто выступает за проект трудового кодекса фонда рабочей академии. Это тоже была большая страница. И вот на проходной пришел, говорю, а вот есть председатель профкома, есть он сейчас, он водитель. Мы так познакомились с Николаем Павловичем, он активно участвовал в пропаганде как раз проекта трудового проекта этого кодекса фонда рабочей академии. Я не искател? Да все правильно, вроде бы. Ну, я хочу сказать тоже несколько слов о Галко Викторе Ивановича. Я знаю его довольно-таки давно. это умный, грамотный, достойный человек. Но еще больше я знаю Михаила Васильевича Попова. И, честно говоря, это великий человек, которого я уважаю, к которому я постоянно обращаюсь, который знает все. И поэтому Михаил Васильевич не зря эту кандидатуру предложил. И я считаю, что ваше предложение, оно не может быть, должно быть самым верным. Ваше предложение. Я поддерживаю ваше предложение, и я вам тоже выступаю. Благодаря вам. формировки научился. Спасибо. Есть предложение поддержать оценки. Оценки какая? У нас скромная, оценка считается удовлетворительной работу президента и совета фонда рабочей академии. и следовательно, если мы это предложили, давайте проголосуем. Кто за? Единогласно или вы против? Единогласно. Значит, оценка такая скромная, удовлетворительная. Так и в партии надо, чтобы было удовлетворительно. А то хорошо, прекрасно, отлично, а потом бац и что? Болгем должен держать манса. Мы не партов. переходящий аплодисменты потом опять вывас. Я думал, вы организуетесь с этого угла, а вы не организовываете. Разрешите эти аплодисменты считать положительной оценкой работы фонда рабочей академии. Так, ну и теперь вопрос об избрании. Значит, я уже предложение А выдвинул Б обосновал у кого есть какие-то по этому поводу. Другие предложения прошу высказаться. А если есть предложение, так сказать, поэтому, тоже прошу высказаться. Может быть, вы нашли какие-то недостатки, Виктор Иванович, я искал, не нашел. Не может быть. Да вот я поэтому и думаю, не может быть. Ну и не нашел. Ну может, вот я надеюсь на товарик. Это скромность его, он очень скромный. Это точно, да. А вот когда уже будете президентом, уже скромность будет даже как кокетство восприниматься. Как президент и скромный. как-то... Машины-то у него нет. А, машины нет. Так его позводи. Уже есть. А, есть машина? А, ну все. Пока одна машина надо быстро принимать. Потому что у вас есть. Давайте. Пожалуйста. Значит, я проголосовал за уважаемого и любимого Виктора Ивановича Галко. Он, конечно, из нас из всех самый выдающийся. Значит, такой человек, который может возглавить и продолжить дело Михаила Васильевича. Но я не согласен в чем. Я не согласен в том, что когда 30 лет создавался Фонд Рабочей Академии, Михаилу Васильевичу было, по-моему, что-то такое, да? Ну да. 45. А Виктор Ивановичу где-то... За 60. Да, за 60 уже. За 65. Вот. Тогда, как я-то думаю, что значит, хорошо бы было, если бы новому президенту было 40 лет. по-моему, это поиск уголков. Поэтому я и говорю наставление президенту будущему, чтобы следующего он подготовил 40-летнего, энергичного, такого же замечательного ученого, такого же замечательного общественного деятеля, скромнейшего и умнейшего человека. Так и сейчас будут ваши книжки по советскому просвещению читать. И вообще много хорошего о нем можно сказать. Но, конечно, возраст уже такой солидный. Поэтому я думаю, что на будущее нам надо учесть. То есть никто не скажет, что еще он слишком молод. Да? что слишком молод. Вот, поэтому я уверен, что фонд пойдет тем же замечательным, выдающимся путем и будет оказывать такое же мощное влияние на общественное сознание, какое, значит, я считаю, что вызвал фонд рабочей академии в России. Спасибо. Вот я иду мимо сейчас этого самого книжного магазина. Новый философский магазин. Значит, книги Гегеля, три издания одновременно науки и логики. И я ответственно заявляю, что вот эту вот волну популярности Гегеля это развили мы. Значит, в Красном университете, до Красного университета, популяризации Гегеля, лекции о нем, рассказов о нем, книг и статей о нем. И сейчас уже спрос, видимо, на Гегеля очень большой, потому что разные издания все время издают Гегеля. Каждый год два-три новых издания науки логики. Теперь, социалистическое такое сознание, как правильно Михаил Васильевич говорит, оно скорее по названию, заявляют, что они социалисты, но все-таки есть и вот это вот струя, что в общественном строении, в глубинах, растет положительное сознание к социализму. Я думаю, что мы тут сыграли вот в этом общественном движении сознание очень большой роль. Наконец, я не перестаю удивляться вот этой волне, которую мы разогнали тоже, тоже с 1994 года, кстати сказать, по поводу реабилитации Сталина. В 1994 году мы с Фетисом под руководством Михаила Васильевича опубликовали статью. Реабилитация Сталина. Реабилитация Сталина. И началось. И началось, да, вот пошла волна. И сейчас это уже какой-то шторм такой. Сталин, Сталин, значит, патриоты за Сталин. Чтобы не считать, считать это все равно мало. И христиане, и все уже за Сталин. Меня уже критикуют, что вы там за Ленина, за своего, Сталин правил. Спасибо большое, Михаил Васильевич, за вашу будущее руководство. И надеемся. Так, ну, вот до чего даже нет альтернативных даже кандидатов. Я сразу чувствую тотал. Могли только породить одного человека Галко. Но вовремя. Ну что ж, тогда я ставлю вопрос на голосование, значит, кто за то, чтобы избрать президентом фонда Рабочей Академии, фонда содействия обучению рабочих, Виктор Иванович Галко, кандидата экономических наук, ректора университета рабочих корреспондентов, преподавателя Красного университета. Прошу голосовать. Единогласно. Единогласно. Аплодируем. Ясное дело, что у нас серьезная организация, кроме президента, должны быть еще и вице-президенты. Вот здесь у меня эти вице-президенты. Вот. Солидные должны быть вице-президенты. Вице-президенты такие предлагаются. Золотов Александр Владимирович, доктор наук, профессор, звание действительно члена Петровской Академии наук, самую лучшую книгу написал по профсоюзам, которая есть в стране, а может и в мире. Не знаю, я там не сверял. Думаю, что да. Мазур Олег Анатольевич, который является доктором экономических наук, книгу написал, и докторскую у него было «Воспроизводство работника современной России». Как раз о том, чем мы занимаемся. Вот. И он является очень преподавателем Красного Версета, как и золото. Так, Попов Михаил Васильевич, по старинке. Юрков Кирилл Валерьевич. Тоже вице-президентом. Вот он большую работу проводит, всякую разную, и такую, которая высокую теорию требует, как диалексика, и когда касается распространения газет, там без Кирилла Валерьевича было бы тяжело. и Мордовин Валерий Александрович, который веганскую работу проводит, а титулы ему все не дают. А я хочу предложить сейчас, а то вдруг Юрков не даст им титул. то есть шесть человек это вице-президенты. И они входят естественно в совет, а совет я отдельно поставил вопрос. Давайте за избрание, если есть другие предложения вице-президенты еще кого-то. А вы сказали шесть, а вы пять на два. Пять? Да, пять. А я проверял, контролируете его процесс или нет, а вы уже контролируете. Понятно, все видно, молодой. А я человек пожилой, мне после четырех уже идет шесть. Вовремя надо, видите, как точно вовремя подгадали. А из предложения проголосовать списком? Не надо. Не надо такие предложения. Каждый человек достоин того, что берет. потом всех списком и выгонять. Золотова давайте. Кто против Золотова? Есть такие? Так, кто за Золотова? Хорошо. Вице-президент готов. Мазур. Сообщим посредством массовой информации. Попов. Я задержался. Юрков. Вот авторитет заработал человек. Такой молодой, уже авторитет сумасшедший. Как такой молодой? На моем поне осень молодой. Фонд идет отсюда. Мордовин. Валерий Александрович. Он, кстати, ведет кружок. В кружке староста. Всех, кто подготовлены по науке лыки, это все связано с Мордовиным. Я тоже участвовал. И вот соответственно тогда мы можем сформировать и совет фонда. Я предлагаю к тем товарищам, которых я назвал, добавить товарища Назарова Дмитрия Олеговича, Лазарова Вячеслава Михайловича, Дегтярева Дениса Борисовича, и Шилова Дмитрия Юрьевича. Чтобы у нас в Совете фонда, который задействует обучение рабочим, были рабочие. Тут у нас нет такого требования, что большинство рабочих. Это в партии такое требование. А все-таки Назаров, Лазарев и Шилов все люди, товарищи достойные и партии известные. И нам всем известные по общей работе. Итого будет тогда в Совете фонда рабочей академии 9 человек. Золотов Мазур, Попов Назаров, Лазарев, Дегстилев, Юрков, Шилов, Галков. Хороший состав. Голов своим поштучно. Золото. Против. Нет. Выдержавшийся. Нет. Мазур. Против. Нет. Выдержавшийся. Попов. Выдержавшийся. Один. Че это? Назаров Натероликович. За приличие. Лазарев Вячеслав Михайлович. Вот он сидит. Дегтярев Денис Борисович. Юрков Игорев Валерьевич. Шилов Дмитрий Юрьевич будет приятно удивлен. Находить надо, потому что на съезд фонда. Галков Виктор Иванович само собой. За него голосуем. Без него тоже никак не обойдешься теперь. Ну вот это я передаю товарищу секретарю. То есть тут все зафиксировано. Вот это все. Поэтому надо привести наш такой проект в соответствии. А тот, кто присутствовал, он здесь. У нас есть отдельно записан. Да. Так. Повестка съезда фонда фонда рабочей академии имеет второе название скобочка. Можете наносить. Обучение рабочих. Такое вроде название на первый взгляд спокойное. Обучать можно много чему. И хорошему поведению, и танцам, и прочее. Но на самом деле мы все знаем, что задача у нас серьезная. Помочь рабочему классу, осознать свои коренные интересы, совершить переворот в крипталистическом способе производства, построить и резвать социализм. Вот такая серьезная задача. Мы также знаем, что рабочий класс самостоятельно эту задачу не может решить, действовать через свой авангард рабочая партия, рабочая партия России. И вот получается такая связочка. У меня была мысль, я посмотрел, может какой-то план работы сделать, как в рабочей партии России. Навнимательно посмотрел по пунктикам план действий на 23-й год рабочей партии России и понял, что вот такая вот цепка. Какой пункт ни возьми, там и профсоюзы, и фонд рабочей академии расцепить нельзя, все развалится. Поэтому я вкратце перечислю, там, где как минимум фонд рабочей академии участвует в общей партийной работе. Уже здесь упоминалось семинар по рабочему движению, так называется, повторю, семинар по рабочему движению федерации профсоюзов России и фонда рабочей академии. И территориально у нас есть московское отделение фонда рабочей академии, они также проводят семинар по рабочему движению. издание газет, две газеты «Народная правда» и «Зарабочий класс». Есть видеоканал фонда рабочей академии, достаточно приличное количество сайтов. Особо выделяем Красный университет, как там ведущее учебное заведение у нас в России. Университет рабочих респондентов, также регулярно проводим конференции научные и научно-практические, кружок по диалектике Михаил Васильевич проводит. Но это малая толика того, я думаю, можно еще продолжить этот список. Поэтому, я думаю, планы отдельно составлять не надо. А что, как действовать? Здесь уже звучало, поэтому я не открою никакого секрета. Прежде всего, сохранить то, что есть. Второе, приумножить и развить в качестве ближайших задач, которые, наверное, горят. Вот, что касается газет. Газет «Народная правда», «Зарабочий класс», если там посмотреть, главная задача – это увеличение тиража. Я задался целью, и тираж у нас доходит до 60 тысяч экземпляров, последние номера, много это или мало. Взял научные издания, историю КПСС. Привожу такие цифры, что вот газета «Правда», которая с 5 мая 1912 года стала большевистской, тираж указывается от 40 до 60 тысяч. Газета «Новая жизнь» там, где была опубликована программа РСДРП в период, когда были после первой русской революции добыты демократические свободы, тираж 80 тысяч. То есть в этом плане мы уже почти приближаемся. Правда, есть небольшие проблемы. Газета «Правда» большевистская была ежедневной. У нас несколько послабеемы. Если пересчитать это на наши времена. Я еще и без этого даже. И в 906 году, когда партия вышла из-под поля, зачаточки демократических свобод даны цифрюм. Вот такую цифру. Их разные цифры даются. Было 197 газет, журналов и бюллетеней большевистских давалось. Так что у нас есть куда двигаться. Ну и в качестве что делать? Никаких секретов здесь нет. Вопрос и ответ один. Мобилизоваться. всем и членам фонда рабочей академии, участникам, членам партии и так далее. В качестве ближайшей задачи, как уже президент, вновь избранный президент фонда, поручаю и ставлю. 19 августа в Ульяновске состоится научно-практическая конференция. Тема замечательная. Борьба противоположностей и задачи рабочего класса современной России. Вот где можно приложить к силе и фонду и всем другим нашим товарищам. Докладу обстановку мы рассылали два месяца назад, даже с лишним, предложение и приглашение. Проводилась предварительная работа, это мы публиковали. На сегодняшний день, если брать формальную сторону, кто исполнил до боковки предложение, нас только два человека. Три, извиняюсь. В чем двое из них рабочих, что говорит о дисциплине наших рабочих. Вот поэтому я обращаюсь к присутствующим здесь товарищам и маститам, нашим ученым. Конечно, срок для представления тезисов еще есть, но по идее уже нам нужно составлять список тем и идти вперед. Так что вот на этом я закончу. Я думаю, что приемственность сохранить, приумножить и развить. Вот такая задача будет стоять перед Советом фонда и перед членами, участниками фонда рабочей академии. Ну, все. Я хочу вас поблагодарить. Поздравляю. Аплодируем. Я думаю, что по вашим руководствам и при всеобщем участии, которое вам гарантировано, как вы знаете, тут товарищи собрались те, которые работают, а не те, которые просто слушают. Поэтому я думаю, что при таком составе товарищи, которые у нас есть, и не только здесь, а еще и за рамками этого зала, я думаю, что все это будет сделано. Нет, на этом съезд, позвольте считать, закрытым и всем успеха в решении тех задач, над которыми мы совместно, коллективно бьемся и с позицией нисходим и добиваемся успеха. Хотя это и не так просто. Мы простых задач не ставим себе. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ